Приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня у нас 24 октября. Прекрасная погода. Такая золотая осень, солнечная. Поэтому хочу вас взять с собой и показать немножко свой город, мой район, где я живу. Доченька позвонила. Сейчас 20 минут 4-го. В полчетвертой она приедет на вокзал и мне нужно ее забрать. А потом поедем закупаться. Вот, ребят, я в машине. Сейчас поедем. Машину настроить после сына. Мы с ним делим одну машину. Поэтому всегда надо настраивать. Мы с ним делаем. Мы с ним делаем. Что заorphелена? Мы с ним делаем. А у нас 30 минут. Мы с ним делаем. Водяк. Ну вот, ребят, смотрите, видите, да, какая погодка сегодня Благодать просто не верится На носу ноябрь, а погода как будто в сентябре У нас еще все зеленое, видите Здесь, конечно, желтых листьев много Но еще, как-то еще даже нет такого чувства, что уже такая осень глубокая Особенно, когда вот такие солнечные денечки Ну вот, вот наш райончик Такой спокойный Типичный Тут на самом деле все районы, все города в Германии Все похоже очень Все похоже друг на друга А я тем не менее, тем временем еще выехала немножко раньше, заскочу еще в банк, заплачу Рыхнук сегодня пришел в счет Ну кто смотрел мои раньше видео, тот знает, что у меня две собаки, я недавно купила еще одну собачку Ну и Анмель дала ее, ее надо регистрировать, идешь в городскую ратушу Регистрируешь собаку, да? Вот, за первую собаку мы 92 платили Ну я не знала сколько за вторую, ну я так предполагала, конечно, но Что до такой степени дорого, в общем, ребят, мне за вторую собаку надо будет платить 192 евро Это что-то очень дорого Вторая собака, ну это на самом деле тут от земли к земле По-разному, знаете В нашей земле такие цены В другом городе может уже опять другая цена быть Это зависит от городской власти, от нашего горгомастера Вот такие цены у нас А вторую собаку 192 и первая собака 92 И, в общем, мне нужно будет в год платить 288 евро Вот такой налог у нас на собачек Дорогое удовольствие, я хочу сказать Ну, ничего не поделаешь, платить надо Потому что если не оформишь и узнают Те же соседи могут настучать Соседи у нас доброжелатели Уже не первый раз с этим сталкиваемся, знаю, о чем говорю Как-то мы снег не убрали В общем-то муж Немножко поздно проснулся и не успел убрать хорошо дорожку Он пробил дорожку, но не, как сказать, взял лапрату и пробил Не почистил так, как положено Ну и через неделю уже пришло письмо Кто-то настучал Уже грозили нам штрафом Нет Грозили штрафом И, по-моему, 2000 штраф было Казать будет Поэтому тут с такими, не шутят, дороже будет И собак С собачек тоже, по-моему Я не ошибаюсь, полторы тысячи Если кто-то узнает, что вы их не оформили и держите А тут за двух собак В общем, лучше заплатить Ну, я приехала Сейчас схожу в банк Заплачу Все, едем на вокзал Видите, какая-то бабка Такая Медленно Хотела проехать по городской площади Показать Ну, как-нибудь другой раз Сейчас тороплюсь Поэтому Сегодня не получится Ну, вот тут Тоже можно посмотреть Вот такой, ребята, у нас колхоз Показать Показать Наше кладбище городское Ну, боже мой, что-то тут разрыли опять Все говорят В Германии такие прекрасные дороги Но не везде, ребят Не везде Нормально Тут уже тоже Коммунальные дороги городские Больше не такие уже хорошие Тоже уже бы Не мешало бы ремонтик сделать Нет денег На коммунальные затраты Все деньги ушли на беженцев Так что Так что Ой, долго ждать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 на калорий она цука без сахара и калорий нету лягко и легкая тоже пола без калорий без сахара чокола лимон лимон или метр мишмак яблочный сок кстати вот у нас в пине от этой фильма парадис он правда натуральный очень вкусный сок если кто-то не пробовал попробуйте вкусно и сто процентов из фруктов и вот новый сорт мы в этом году получили яблоко и груша тоже вкусно очень яблочного немножко такой приторный знаете чересчур сладкий а вот мирно груша с грушей он как-то немножко нейтральный вкус вкуснее и такой сладкий еще какие-то сладкие штенхен звездочка буквально у нас на той неделе тоже в новый ассортимент включили и опробовали вкусно вот такой кефир сладкие сладости мы сладости берем не очень много только когда хочется а так в принципе у нас никто сладости так сильно не очень любит только так по желанию яички перекус выливается кипятком до ну и своим малышам лекарь купила это такой сухой сухое филе куриное очень любят они у меня ну и мы еще забежали в мюля ничего такого не покупали просто нужно было по хозяйству шпюлю для волос доча купила себе бальзам для волос ну вот себе такую тряпочку взяла и протирать она статишь так притягивает пыль к себе очень мягкая такая удобненькая хорошая вот такую тряпку для пола микрофаза купила палитур хочу полная натереть полииран купила такая тряпочка она такая мягонькая видите хорошо впитывает хорошо полирует лехи вот наконец я нашла эти тряпки для ванны длинные только я искала и деми нигде не могла не так найти как-то они пропали вот последние полгода не могла найти сегодня в мюллере увидела купила сразу две штуки и такие обыкновенные тряпочки я эти тряпки не стираю использую и выкидываю потом ну и такой вот такие штучки доча себе купила это брови как лезвие для бровей брови формировать ну вот это были все покупки на сегодня ну вот ребят такой блок у нас сегодня получился такой вечерочек будем с вами прощаться до следующего блока пока пока